Тема сегодняшнего выпуска коротка, она приурочена исходу армян из Судана, в связи с чем я хотел бы обратиться к вам и кое о чем попросить. Но прежде чем сделать это, хочу сказать несколько слов о завистниках и стукачах, которые имеются среди представителей любых народов, в том числе и в армянском. А знаете, так уж автоматически получилось, что после упразднения Министерства диаспоры Республики Армения ваш покорный слуга чуть ли не стал глазом диаспоры. И глазом, и глазом одновременно. Считаю, что не нужно было упразднять Министерство диаспоры, а просто реформировать. Но власть Армении, видимо, пошли от наилегчайшего пути – ломать. А ломать, как вы понимаете, не строить. Много ума для этого не нужно. Конечно, некоторые из вас сейчас скажут, что неправда, мол, Миндиаспоры есть, только иначе называется – департаментом. Ну, если, по-вашему, этот кабинет для большой армянской диаспоры называется Миндиаспорой или департаментом, тогда мой антитопор – это Министерство по борьбе с вредителями. Причем без дихлофоса и дихлор-дефенил-трихлор-метилметана, именуемый в народе дустом. Но иногда и мне хочется обсыпаться этим самым дустом, чтобы зараза ко мне не попадала. И заразы много. Причем от представителей армянской национальности не меньше, чем от чушкарской. Вот даже сегодня речь вовсе не о них будет, но чушкарлар тут как тут внесут свои бешкапик в комментариях. Вот увидите. Что касается армян, еще раз. Мой имейл дан не для того, чтобы мне писать и стучать на кого-то. Он дан для заказов календарей вокруг света армянского. А вот стучать мне туда не нужно. И вообще письма туда писать не нужно. Я их без ответа буду оставлять, но вас выставлять в эфир не в лучшем свете. Чтобы побольше людей узнали о таких людях, как вы. Недавно я сделал выпуск о городе Плиска, где Карен Алексанян приумножил болгарское наследие, создав музей кириллицы. На прошлой неделе даже посол Азербайджана в Болгарии приезжал в мэрию Плиски, чтобы в очередной раз постучать на Нжде. Но его вежливо послали на хутор. Давая понять, что Нжде – герой Болгарии, и не следует Азербайджану указывать, что да как делать Болгарии. Зато я получил письмо от некоего армянина из Болгарии по имени Кирк Симонян, который в письме мне указывал, на что я имею право, на что не имею право. Оскорблял Карена Алексаняна, оскорблял Болгар и указывал мне мое место. Дескать, оставьте историю арминоведам, а вам там делать нечего. Отвечаю безграмотному Кирку. Советы будете давать вашему земляку, другому Кирку, который Киркоров. А я Вадим, и я такой же востоковед, как и те арминоведы, которым вы меня отправляете. И меня тошнит от вас офисных армян, от которых прок, как с козла молоко. Я больше предпочитаю дельных армян, полезных армян, как для нации армянской, так и для других народов. И один из них – Карен Алексанян. Надеюсь, тему закрыли, и вы мне писать больше не станете. А то я снова прибуду в Болгарию и уже с визитом к вам лично. Теперь о главном и для дельных армян. Как я уже говорил, недавно я побывал в Судане. Это было опасное путешествие, но оно того стоило. Причем перед тем, как получить визу в эту страну, а она очень сложная, я посетил посольство Судана в Москве. Около восьми часов ждал ответ от суданского МИДа. И пока сидел, увидел на столах журналы Баку, где в каждом номере красуется с женой Ильхам Алиев в генеральской форме. Ну и жена, естественно, тоже. Этакий Гаврош. Позже я узнал, что эти журналы, они раскидывают по посольствам третьих стран. Но не об этом я хотел поведать. Это лишь дешевая пропаганда Азербайджан. Если помните, в нулевых выходил глянцевый журнал Ереван, в котором хоть было что читать. История, культура, спорт и ничего про Азербайджан, кстати говоря. Все только про Армению. Азербайджан же решил издать такой же глянец, но с названием Баку. И так как у этой страны нет своей истории и культуры, то весь журнал состоит в статьях о хорошем Алиеве и плохих армянах. Впрочем, и сам журнал издает дочь Алиева, Лейла Алиева. Та самая несостоявшаяся поэтесса. Итак, визу я получил, прилетел в Судан. В стране стрельбы, беспорядки. Народ требует сменить военное правительство. Но пока тщетно. Приехал я туда за армянским наследием. Если еще до 90-х годов в Судане проживало свыше 2000 армян, то теперь всего 20 человек. Кто-то уехал, кто-то умер. Кстати, я побывал и на армянском кладбище Хартума. По датам можно понять, насколько это кладбище старое и насколько стара армянская община в этой стране. Из белого населения в Судане проживали только евреи, греки, армяне и копты. Евреев не осталось. Последний еврей продал землю, где была синагога, и уехал за рубеж. А греков осталось человек 10. Армян, как я говорил, 20. Только коптов почти тысяча. Что тоже мало. И все они продолжают жить в этой стране, где подавляющее большинство мусульмане. На кладбище я даже встретил правнука губернатора Хартума Аракела Паши. С некоторыми армянами я также встретился. Но одна семья меня тронула до глубины души. Это семья Жирайра и Луси Базаджан. Вот перед поездкой туда, в Россию, у меня спрашивали, как они там живут. Ассимиляция, дескать, и так далее. Так вот я хочу ответить. Об ассимиляции подумали бы лучше вы. А они как раз веками только на своих женятся. А если не хватает для образования пар среди своих, то привозят армянок из Сирии и других стран. Как, например, вот Жирайр. Будучи суданским армянином, но жену Луси привез из Сирии, из Алеппо. Теперь у них два взрослых замечательных сына, Гаро и Грант. Оба получили прекрасное образование, оба айтишники, Гаро перебрался в Армению, женился там. Скоро и Грант переедет в Армению. Остаются в Судане только их родители, Луси и Жирайр. Но в разговоре с Луси она мне поведала, вот как сыновья обустроятся в Ереване, так и мы туда поедем. И сразу же после этого заплакала. Заплакала не от того, что ей тяжело покидать Судан. Нет. Она понимает, что на них и закончится, по сути, богатая история армян Судана. А значит и церковь армянская тоже осиротеет. Семью Бузаджан держит церковь. Старая армянская церковь. Когда-то здесь была и школа. Но все это уже в запущении. Бузаджаны люди небогатые. Ну и бедными по суданским меркам их не назвать. Но из своих средств они умудряются содержать и храм. Оплачивают все коммуникации. Плюс в храме большая библиотека. Уникальные издания старых книг армянских. А также подшивы журналов и газет армян Африки. Которые издавались до конца 20 века. Я скромно помог этой семье донатом из тех денег, что мне вы посылали в качестве донейшена. Но я бы хотел обратиться к вам, зрителям. Может вы могли бы выслать им что вам по силу? Бузаджаны хранители армянских святынь в сердце Африки. От епархии ничего не получают. Все за свой счет. Сделайте доброе дело и помогите донейшенам. Не важно сколько. Что вам по силу. От 10 долларов и выше. Это вам кажется, что 10 долларов мало. Но для судана, поверьте мне, это довольно большая сумма. Относительно большая сумма. Относительно Соединенных Штатов или Европы. Да даже той же России. Все же мы с вами такие же армяне, ничем не лучше и не хуже тех, кто бережет наше наследие в далекой Африке. Просто мы мало о них знаем. Лишь изредка я доставляю им радость, когда посещаю их. Ведь такие страны редко на слуху. Я бы хотел, чтобы вы напрямую выслали донат Жирайру. Но проблема в том, что в стране работает только Вестерн Юнион. Да, вам придется потерять какое-то время, отправиться в ближайший Вестерн Юнион, чтобы послать деньги. Но согласитесь, это святая миссия. А если вы в России, то можете воспользоваться Сбербанком и отправить вашу сумму на мою карту. А я соберу и отправлю Жирайру. Итак, данные для Вестерн Юнион таковы. Они появятся сейчас у вас на экране, а также под этим выпуском в Ютьюбе. Если щелкните на маленький треугольник вот под этим самым видео. Жирайр Хомер Чарльз Бозаджан. Обратите внимание на правильное английское написание имени. Хартум Судан. Номера Ватсапа и Вайбера. Плюс 249. Код Судана. Далее. 912-340-605. Еще раз. Плюс 249. 912-340-605. Надеюсь, не останетесь в сторонке. Ну, а те, что в России, как я говорил, могут воспользоваться моей картой Сбербанка. Номер тоже указывается под этим видео. А полный фильм о Судане тоже, конечно же, будет. И уже весной этого года. 2022 года. Ну что ж, до встречи в эфире через неделю. До свидания.